привет зритель мне тут месяц был как ты наверно знаешь равно еще продолжается меврении я кучу всего пообещала но что-то мне как-то вот почти ничего не случилось но зато я сейчас вот 31 пишу и я надеюсь что сегодня это все еще и склею успею до конца дня это хотя бы склеить выложить уже наверно завтра сегодня у нас сейчас у нас 17.41 не бы не забыть поздравить гребушку днем рождения короче сейчас у нас будет уход на ноябрь я кое-что заказала я пожалуй с этого и начну в общем ты наверно знаем зрители раньше я тащилась от гринмамы и фраше потом что-то с гринмамой и фраше у меня не случилось не связалась а ну в общем пришла любовь взяли помидоры сандалии жмута мне не по пути я проникла с белорусской косметикой когда была в беларуси в 2015-16 пару раз в этом году у меня не случилось потому что ну потому что но не суть в общем так как у нас тут обзор моего ухода короче я как-то на whiteberries увидела вот это вот с юти это у нас парфюмированный крем для тела ну крем для рука для тела кстати надо бы помазаться ну что я тут пришла руки помыла кремом не смазалась у него ароматик такой прикольный я думала что какая-то новая русская там компания очередной но он им но это оказалось было русская компания мало того что белорусская компания мне этот кремик очень понравился я полагала чего них еще есть на whiteberries и заказала себе буквально на днях придет в скором времени но в обзор к сожалению не влезет потому что она она уже придет на обе шампунь в бальзам ну там она в паре как шампунь с бальзамом для всех типов волос этот цепь и тоже для всех типов кожи спрей для волос хотя у меня еще есть спрей для волос и которые я брала подарик отзыв там был поможет быть даже я пост какой-то в инсте кидала на этот спрей ну короче говоря ну про запас просто порешила подумали что если шампунь с бальзамом то почему бы не заказать еще и спрей для волос про запас заодно и протестирую и гель для душа плюс я думала что у меня закончились все гели для душа но внезапно я обнаружила в запасе как еще один гель для душа от люлечки плюс еще у меня там кошка сидит неполноценный большущий гель который я наверно начали года еще покупала этот базе ну и короче в общем как-то тут у меня еще там один гель от забот на рек короче говоря вот это вот штучка крем для тела но вообще идет когда вот здесь питательный крем для тела и рук но называется просто парфюмированный крем для тела он у меня год на ноябре его в октябре использовала как вот по большей части как крем для рук но иногда местечко во как крем для тела потому что гель который я тестирую для река немножко иногда бывало стягивал кожу вот такой вот я артикул оставлю в инфобоксе но я не знаю есть он на зон но я видела на вайдберис ну если интересно можете потом себе тоже заказать так сегодня еще и пустые баночки будут но вот это она еще не пустая баночка там еще что-то осталось это пенка батаре кос не покинет вас на долгие годы надо это убрать тут у меня планшет потому что кошка сейчас придумала не знаю было видно в кадре или нет короче в общем это у нас батаре косы нам не год назад я с ней познакомилась это может больше чем год назад не знаю короче в прошлом году это нежный очищающий мусор и чувствительные кожи лица для макияж и очищения на самом деле это просто ну как бы очищение кошка тут пошла насиловать свой пледик поэтому вниз тогда пока поставлю что-то мне тут буркнула в одном чатике где я сижу уведомление как могу оказалось не совсем то что мне надо короче вот это вот ну вот на это от меня опять год короче список литературы под в инфобоксе возможно еще в закрепленном комментарии того что я уже писала отзыв на рекомент вот это вот есть на реке вот это тоже есть на реке у меня одно один тоник по моему они оба были заявлены на октябрь один закончился бот пусты баночках а этот вот есть снова все сегодня его стала использовать том что закончился это снова как были бредерма серия топик для чувствительной кожи лица и глаз он мне напоминает из фрашевский такой раньше был у них подобно флакончики с алоя какой-то тоник такой густенький в общем вот я его использую после пенки до умывания или скрабика и после него либо сыворотку наношу либо крем а иногда вот просто его но сейчас вот сегодня использовал после него сыворотку от скин пробиотик пробнички но она будет уже пустых баночках короче вот такой тоник вот эта штука у меня последняя осталась а я ее буду уделывать и очень хорошо когда вы знаете поел чего-то типа чеснока а вам названивают и надо куда-то выползти чтобы люди в обморок не падали вампиры у нас все-таки не в таком количестве по городу шастают чтобы на них дыхнул и он отвалился либо не на всех действует что ты дыхнул человек отвалился отстал короче говоря лесной бальзам антиналетное действие прикольная штука вообще на самом деле поел сил нет зубы чистить дико рубит полежать как раз вот у меня это было актуально с моими мигрениями прополоскал рот и все ништяк свежее чистое дыхание короче кремик который у меня еще есть это подарок от подписчицы леночки из франции это химмет синтез аксамид крем для рук питательного у меня был деревне очень классно я думала он закончится но он еще жив спасибо леночка очень классный крем я хотела на него отзыв на река ставить но я так поняла что его хрен где купишь по крайней мере в россии я не видела ветку отдельно делать на него ну в общем как-то мне лениво может просто отдельный пост ему в инсте посвящу я решила добить то что у меня тут осталось а и все никак не добивается потому что она как-то не добивается вот это мне дарила подписчица света от корейский какой-то креме там вообще был наборчик ну вот у меня остался кремик там что-то чуть-чуть еще есть в общем я его периодически пользу очень хороший клиник такой ну для лица соответственно меня тут еще что то есть это лбсилк зубная паста на нее писала отзыв на рекоменд такая же но черная с углем у меня в деревне на нее тоже был отзыв хорошая экономичная зубная паста тут 100 миллилитров и слушайте вот она я думала что он у меня в октябре вот пустой баночкой но нифига она еще вполне себе есть сыворотка для лица от мастерской олеси мустаевой роза сыворотка для лица глубокое увлажнение кожи на очень холодное время года потому что вот где 10-15 градусов днем мире вообще как бы она ощущается на коже если только использовать ее как ночную ну или вот сейчас холодно уже где-то так 6 градусов 9 ну 9 плюс холодный ветер не знаю вообще сколько сегодня градуса было допустим 60 или минус то вот она хорошо и на день и на утро ну смысле на день и на вечер там где-то половина флакона осталось а может быть 3 не знаю так вот это сыворотка сначала думала и оставить пока в запасе как но думаю фиг на друг буду пользоваться в любой тепло ну или так что вот после пенки вот это и надо только сыворотку какую-то очень легкую которую легче допустим чем вот это вот или чем которая у меня там еще одной никак не закончится есть крем допустим ну тяжеловасто в общем это гитокс у меня второй такой флакончик уже на вайдберс покупала потом на зон покупала она напоминает мне вот сыворотку от лолив лолив натур у меня была сыворотка лолив как бы подарок от них за конкурс какой-то но я поняла что я не успеваю до срока годности даже открыть и отдала спросила близкого рот близкую родственницу говорю хочешь хочу отдавай ну чё копить если все равно не успею использовать на человек пользуется короче в общем она вот используется сыворотка лолив то она вот очень похожа такая же водичка быстро впитывается при этом увлажняет хорошо кожу у меня тут что-то мокрое биаква патчи по моему эти патчи можно использовать на любую часть тела не знаю лицо любую часть лица фиг знает я чуть не помню делала я им шорс не делала кажется я их на вайдберс покупала золотые патчи на сейчас открою все оттуда выпадет тут ложечка значит там еще чем-то она прикрыта ну короче золотые патчи тут все так очень хорошо утрамбовано мне понравилось очень косметика от биоаква у меня в запасе как есть кремушек я потом шорты домонтирую выложу на канал но не могла пройти мимо заказала теперь будут запасе как потом вспомнила что у меня еще оказывается крем для тела есть вот этот сьюти и крем для тела есть еще какой-то тут 80 грамм 60 штук на 30 раз вот я только сейчас увидела на китайском китайском я не бельмеса но по цифрам понимаю и он до 11 07 26 ну короче успел делать вот патчики еще одна сыворотка это у меня как бы там велиния гель-сыворотка супер увлажнение 50 миллилитров я ее использую но вместо крема сейчас после тоника либо после пенки просто ну в общем короче такая хорошая штучка и она принципе ее можно использовать я так понимаю но не только на лицо что можно допустим на руки иногда на руки использую очень экономичная все никак не закончится может быть я надеюсь в ноябре набор уже в пустых баночках у меня тут есть кремик от леночки та самая франции зеленая барби или фиг знает как ее звать 30 миллилитров очень такой нежный дневной крем тут тоненький очень экономичный несмотря на 30 миллилитров и в общем я его иногда использую а иногда он лежит ну и как бы я про него забываю но я решила что надо достать все что можно доиспользовать вот на этот крем все никак не напишу не допишу отзыв на рекорд он не в черновиках висит уже наверно скоро год год это мне достался кремик в подарок и за заказ первый единственно бьюти патчах потом этот кремик нашло на вайберс он что-то около 200 рублей стоит это и маши мы еще не знает ну короче какая-то там китайская косметика крем с роликом для глаз на кожу вокруг глаз там как бы и по верхнему веку можно проводить но мне по верхнему веку как-то я только недавно рискнула месяцем уже два или три назад роликами мне казалось что-то как-то тяжело не знаю я вот просто по нижнему провожу очень мне нравится эффект просто обычный увлажняющий крем но мне сам эффект вот нравится от этих роликов такой охлаждающий идет вот этот я его использую по большей части ну чаще этот утром этот вечером а иногда как приспичит или этот на нижнее веко этот на верхнее веко это сэлфи лап ну не каждая белорусская косметика мне заходит на ура на нее есть отзыв на а рекоменд я на один крем все никак не допишу да простит меня сэлфи лапе вот такая слалпочка в этом ну не сказали мне когда сдать отзыв я тут этот молочко да макияж пробиотическое для всех типов куш и возрастов номер 42 от пробиодерм от бакс здрав помада которая на мне сейчас иван красная дарила подписчица рюлечка она мне очень нравится эта помада классная спасибо рюлечка в общем я потом этим молочком из мою если закончится год пустых баночках его бы надо доделать до декабря включительно этого года я пару раз он от силы наера пользовалась в октябре и что-то как-то это он у меня уступил место сывороткам и тому что закончилось этом эко-мейк на него есть отзыв на рекоменд это крем увлажняющий лавандовый питание восстановление 50 миллилитров не узнаете такой прикол короче она когда наносишь на ней на кожу но первых очень хорошо увлажняется такое можете он отдельно прочитать но у него обалденный аромат лама лаванды ощущаться прямо на коже если любите лаванду то вот могу такое посоветовать так вот этот бальзамчик с которым я сегодня ездила в сад выкинуть кое-что под подкошну удобрить короче кусты в саду и поперлась я так что-то не рассчитал время и ехала обратно уже в полутемке с моим офигительным зрением в полутемке но в полутемке вижу хуже чем допустим в тёмке или при свете дня это масло косметическое мицеллярная облипиховая для губ я на него по-моему делала шорт отдельный может быть даже рилс и я его купила как раз в момент как вернулась последний раз из деревни на поможи вот сюда уже ну когда закрылась сезон очень классное масло экономично вот у меня за месяц она буквально ну чуть-чуть использовала совсем хорошо увлажняет кожу губ в общем обалденная плюс еще по вкусу как сама облипиха но и хороший состав его можно использовать даже деткам детям 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 вот у меня второй такой кремик первый год пустых баночках это подарок от подписчицы лёдечки это эйвон крем восстанавливающий питающий восстанавливающий крем для потрескавшейся кожи стоп за три дня восстанавливать но на самом деле он обычный крем на троечку не на похожий кремик от лёдечки писала на и ивановский отзыв до рекордом мне кажется вот они все вот такие ну как бы если мне помазать то вроде как учет не хватает а если помазать то будет ну как бы лучше но чудо не случится неплохой такой крем чисто так вот увлажните пяточки но если у вас супер сухая кожа ног или сухая кожа ног ну мертвому припарка так у меня тут дезик я тут решила что ну как бы можно иногда себе позволить впервые за лет десять если не больше купить дезик спрей при этом он не очень хороший такой состав я по моему посвящала шорст отдельно это тут вода короче квасцы алюмокалевые и глицерин причем я эти квасцы всегда читала как кварцы ну да есть у меня такое я и речку грачевку которая в прилуках делает вот так вот но сталкивается с волгой всегда считала какой-то другой птицей ну грач ворона близко же да короче в общем этот дезик спрей квасцы он как бы вы потеете все равно но запаха пота не ну нет короче не ощущается хороший такой экономичный в общем у меня будет в ноябре использоваться так вот это вот на него есть отзыв на рекоменд это формула вашего здоровья сакские грязи шампунь для волос аквабиолит на основе вытяжек из грязи сакс кого озера от выпадения волос вот если у вас но не сильно падают волосы чисто для профилактики он хороший а если летят как у меня год назад то вообще на то припарка вот сделано кстати в крыму но и в общем она как бы у меня там бальзамчик был еще зубная паста у них было это есть все на рекоменду ссылка в инфобоксе на мою страничку на рекоменд есть ну короче если интересно можете почитать ну и все он густой если им пользоваться вот то надо всегда бальзам бальзам у меня от него закончился год пустых баночках я другой к нему бальзам но не то чтобы бальзам больше как маска взяла с другой пары и вот он очень сильно спутывает волосы но и тут как бы надо держать на волосах две-три минуты и потом уже смывать пену вот если не намылил сразу смыл то волосы прям жесткие чувствуешь что нифига не промылись надо их и снова помыть а если вот действительно по рецепту как до две-три минуты подержать они жесткие требуют увлажнения и хрен расчешут даже со спреем поэтому лучше использовать какой-нибудь бальзам или маску или бальзам от него но бальзам от него он все равно требовал потом спрея потому что но не до конца так чтобы уж супер распутывались волосы короче отзывы там почитаете может конечно у меня сейчас мнение немножко изменилось того момента как его записала но вот если как профилактика то он действительно помогает что вот в принципе не сыплется если они уже более-менее такие вот ну не листопадные и я его немножко разбавила водой потому что но он очень густой тяжело доставать его отсюда очень плотный такой флакон ну и когда разбавила водой он стал более экономичным и более хорошо дает пену но не то чтобы я там супер налила воды но чуть-чуть причем сейчас его тоже по-моему надо разбавлять водой неплохое средство ну если вы лысеете то она не под наце и в общем раз у меня тут рядом стоит маска для волос от френдли хорошая маска практически после нее волосы ну практически всегда расчесываются в общем если сразу помыли вытерли то надо сразу расчесать если чуть-чуть волосы подсохли то придется потом использовать какой-нибудь спрей для волос допустим вот этот он базы на него тоже есть отдых на рекордом тут немного вау тут совсем чуть-чуть осталось минус его лично для меня прежде чем использовать его надо встряхнуть я иногда забываю это делать соответственно тому же ну не так не то тот спрей на который есть отдых на рекордом другой отелем новая русская фирма увидела на озон ну короче говоря вот они как бы там не надо стряхивать той спрей тут 21 но так вот он не очень хорошо помогает расчесывать волосы даже они если они очень супер спутанные после какого-нибудь шампуня почта россии что-то от меня хочет вот письмо из польши я так и не дождалась почта россии куда ты его заныкала в общем у меня тут эйвен сенсос от люлечки гелик маракуйя и лайм что-то там я его начинала использовать потом не случился гелик на тестирование на рекордом поэтому мне тут скрабик алия кокосовый натуральный увлажняющий антицеллюлитный скраб для тела 250 грамм хороший скрабик мне понравился в общем ну по-моему я ему шорс посвящала интересно гляньте мне тут другой скрабик я ему даже отзыв на рекорд посвящала битекс белорусская косметика это подарок от подписчицы леночки то которые франции роскошный уход отшелушивающий скраб для губ для лица и губ но я практически не пользовалась в октябре как-то так у меня больше пенка шла обалденно пахнет так унисексово мне очень нравится так чего нет но чет еще никак не закончится тут крем амалент для атопической сухой и склонной к зуду кожи можно использовать детям от 3 лет увлажняет кожу на 48 часов это либрадер на него здесь тоже отдых на рекорд возможно он будет наконец ноябре пустых баночков так нету смазки а вот у меня ну где я думаю куда их дело вроде еще не использовала пробнички скин базы энзимная маска я думаю щепенка есть какая-то желаковая пудра от эко мейк сыворотка с неоцидамидом уменьшение воспалений ровный тон и еще одна сыворотка с исландским хома один такой пакетик госпит и банк короче у меня тут всякие такие пробники от киндробиотик маски тряпочки по моему почти даже и вот эти пара масок одну я использовала бы как-то и парочку тети отдала это вот киндробиотик скин тоже от той леночкой той самой леночки из франции это битекс косметики ну в общем маска желе прикольно такая смятая охлаждающая на нее даже воздух на реки стала короче вот это вот у меня как бы что-то из этого может быть все вместе не вместе одновременно вообще будет использоваться в ноябре возможно что-то из этого потом год кустой баночках у меня тут супер экономичное средство никак не закончится а минусы гель деликатные для ежедневной интимной гигиены я как бы себе заказала уже новенький другой фирмы попробовать но но это как быть там вот он наполовину уже ты в общем когда-то он закончится хорошая штука не аллергенная вообще в общем уникальная у меня тут пена для ванн даже ведь ее немножко поюзла это подарок от подписчицы рюлечки малиновое удовольствие пена для ванн с ароматом малины и черной смородины с натуральными экстрактами упаковка подходит для переработки это ну как бы я люблю вообще вот такие пены для ванн они пены эйвановские вот таких флакончиках очень хорошие давно с ними знакома с ними давно взаимная любовь вот этот гелик или на него будет отзыв отдельный на рекоменте пока еще даже ветку не делал гель для душа с кислотами и пробиотиками устранение воспалений плюс осветление пигментации что хочу сказать забегая вперед он мне помогает подсушивать прыщички которые остались от кошки следы вот этих вот укусов слепней с лета то самое на ногах шум в некоторых вызывала анальный спазм в комментариях даже вот под тем шортом где внезапно догадалась созрела на камеру делать немножко гимнастику когда говорила про свой новый там магний короче это раньше был скин пробиотик сейчас это называется скин скин про ну как бы у них ребрендинг тут 6 месяцев после вскрытия он не экономичный но если вот ну как бы взвесить плюсы и минусы то принципе неплохой гелик на четверочку так учитывая что у меня кожа на ногах вот прям гладенькая такая и практически ну вот большие прыщики он так подсушивает аккуратно подсушивает подсушивает послушивает там такая маленькая фигнюшка она потом сама куда-то деваться то я считаю что то что он не экономичный ну и хрен с ним так у меня тут я решила его доделать это тот самый жгучий шампунь с перцем и витамином пп 2 2 докторов номер 36 от выпадения который мне помог остановить мой волосопад держать его на две четыре минуты потом смыть водой на него есть отзыв на рекоменд и сыворотка тут совсем чуть-чуть осталось а я просто периодически еще подлиниваю я решила что ну во первых у него все-таки срок не вечный во вторых лучше все-таки сейчас подпитать волосы чтобы они ну мало ли еще от снова падать как я тогда думала думал что они сами как-то перестанут не по не особо им помогая в этом даже не знаю точнее что конкретно так бы сделать чтобы помочь тут совсем чуть-чуть и осталось а тоже такая термоядерная сыворотка на нее тоже есть отдых на рекоменд но и в общем я решила что я доделаю их может быть ну как допустим сначала доделают а тут крымские грязи я потом этот так то у меня этот месяц может и не было заявлено не помню но иногда мне хотелось побыстрее куда-то торопишься чтобы не жать когда волосы войсах ну чтобы не прескать экспресс обману для расчесывания вот шампунь от френдли без маски сам по себе очень хорошо как бы промывают волосы и после него они не спутанные главное не ждать когда они там высохнут совсем а вот полувлажные прилично так расчесываются хорошо так вот и не замену что-то еще есть а у меня кстати как бы мыло закончилась жидкая можно конечно переставить на завтра на какой-нибудь гель для душа но я вспомнила что у меня есть мыльная снова плюс мне на днях придет такая штучка как которую я лет десять сама хотела делать на все руки не доходили и туда надо вкладывать кусочек мылка обмылочек или еще что-то я решила что можно самой сделать снова ну какой-нибудь кусковое мыло у меня там эфирное масло немножко есть и даже какой-то краситель пищевой есть ну смысле типа там зеленого чая и тому подобное отвар какой-нибудь может сделаю из-за того что у меня тут под рукой было вот у меня правда массажные такие формочки но где-то есть и обычные формочки короче в общем в роли мыло у меня будет в этот раз самопаре забыли что такое дело и надо так не знаю вроде все но еще кайла дживан мне вставать за ним не охота но вы в курсе шокня гречка джоан он периодически практически в каждой этой самой уходе моем есть только не всегда я про него говорю вроде ничего не забыла если вы чем-то подобным пользуетесь можете поделиться со мной в комментариях если напишите нейтрально положительно поставлю вам сердечко если есть что спросить то можете спросить если что-то вы у меня просили записать в этот месяц а я была с мигрени у меня когда мигрень памяти равна дискете поэтому я просто могу не помнить но вы не стесняйтесь напомнить соответственно я стараюсь по возможности выполнить ваши запросы если хотите поддержать канал где-то будет облако справа слева снизу сверху может быть вот здесь но я вам скажу типа спать спасибо за донат ну и пока